Здравствуйте! В эфире Новгородского областного телевидения, программа «Диалог», и я Светлана Стерлигова, ведущая сегодняшнего выпуска. Напоминаю вам, уважаемые телезрители, что мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 67 97 67. На сайте Новгородского областного телевидения вы всегда можете оставить свое мнение или предложение по поводу тематики наших будущих программ. А мы, как правило, в эту студию приглашаем людей компетентно, ведем с ними разговор на общественно значимые темы. Вот и сегодня в нашей студии сопредседатель Новгородского отделения Общероссийского народного фронта Дмитрий Вертков. Здравствуйте, Дмитрий Михайлович. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Новгородское отделение Общероссийского народного фронта взяло под свой контроль региональный аспект федеральной программы по благоустройству дворов и общегородских территорий. Вы совсем недавно были на семинаре всероссийском в Казани. Вот хотелось бы узнать и о программе, и об этом семинаре. Программа, ее старт, наверное, начал и получил президент России Владимир Путин, когда он объявил в своем послании с федеральным собранием о том, что на проект благоустройства городов России будет выделено порядка 20 миллиардов рублей. Это почти беспрецедентный проект, потому что раньше в России не выделялась такая большая сумма. И Новгородская область получает там и федеральные деньги более 100 миллионов, и плюс еще региональный бюджет дает 60. Это тоже в истории Новгородской области мы не помним такого времени, чтобы вот такие деньги выделялись на именно благоустройство дворовых территорий и общественных мест. По этой программе деньги получают поселения с численностью населения свыше тысячи человек. Сейчас принят, насколько я знаю, механизм распределения этих средств. И самое главное, чем занимается в этом проекте народный фронт, миссия общероссийского народного фронта, это обеспечить и проконтролировать тот процесс, чтобы мнение горожан, мнение простых жителей, мнение активных людей было услышанным. Потому что основной принцип реализации денег в этом проекте – деньги должны идти в те дворы, где жители активны. Не тот случай, когда, допустим, когда-то давно, лет пять назад, была подана заявка на благоустройство двора, она вот лежала-лежала и теперь дождалась своих денег. Безусловно, этот двор, наверное, тоже надо отремонтировать. Но именно в 2017 году принцип распределения средств именно такой, где активные люди туда и пойдут деньги на благоустройство дворов. Митрий Михайлович, подробнее еще поговорим о программе. У нас телезритель на связи. Слушаем. Мы слушаем вас. Добрый вечер. Вечер добрый. Я вот хочу, чтобы вы проинспектировали улицу Попова, дом 3. Городской газон, то совершенно, ну он никогда не убирается, там постоянная грязь. А во дворе у нас стоят контейнерные бачки. Двухстороннее движение, дорога общего пользования. Никакого, ни тротуарчика, ничего нет. Мы написали, вот прослушав вашу прошлую передачу, вы уже выступали здесь. Мы написали в комитет по ЖКХ, что просим проинспектировать. Значит, ну мы не определенная форма, просто написали заявление. Вы поговорили, нам ответ еще по почте не пришел. Ну сказали, что это, ну это будут рассматривать управляющие компании и что. У нас двора как такового нет, нам софинансировать нечего. Возьмите, пожалуйста, на контроль улица Попова, дом 3. Понятно. Какой у нас двор и городской газончик. Ну вот, кстати, об активности непосредственно граждан. Ведь вот активность это не последний критерий. Вот в определении, допустим, комиссии, какой двор будет реконструирован и облагорожен. Ну, это самый важный критерий. Но среди них еще будут критерии, насколько действительно это место, которое не будет оформлено. То есть вот мы сейчас очень много обсуждаем. Например, ко мне обратились в гаража, они говорят, у нас во дворе нас все устраивает, у нас все хорошо. Но вокруг двора очень плохой асфальт, его надо заасфальтировать. Можем ли мы вот на это претендовать? Ответ такой, наверное, вы претендовать на это тоже можете. Я не принимаю решение, что должно быть отремонтировано. И никто не может, ни один человек на себя вот так вот показать, сказать, я принимаю решение. Все решения принимаются только коллегиально. Если общественное мнение, если комиссия, которая должна быть образована при каждом муниципалитете, и куда должны войти и общественники тоже, коллегиально принимают решение, что да, действительно, вот в этом дворе очень много домов, и они действительно требуют этого благоустройства, тогда, возможно, и добудет асфальт. Но когда выделяются такие деньги, безусловно, хочется, чтобы, знаете, вот где был пустырь, там будет хороший городок. Только нужно понять, для кого. Может быть, это для детей или для подростков. А может быть, в этих домах живут пожилые люди. Такие у нас тоже дома есть, где концентрация пожилых людей достаточно высока. Значит, скамеечки нужны. Значит, им другое пространство нужно. Конечно, сейчас урбанистика, это наука, которая изучает городское пространство, она ушла достаточно далеко вперед. Мы видим весьма интересные примеры в Москве. Вот мы ездили в Татарстан, нам показывали. А решений очень много, они интересные. И самое главное, они не обязательно дорогие. Потому как у нас есть убеждение, что если это что-то новое строить, это обязательно намного дороже. Зачем нам все это дорогое? Давайте попроще. Горочка, песочница, карусельки, качельки. И это очень консервативный, не вполне подходящий вариант. Давайте город строить современным, удобным для горожан, комфортным, чтобы это было, знаете, сейчас принято говорить, креативным пространством. Чтобы хотелось не просто по городу пройтись из точки А в точки Б и добежать, а чтобы можно было остановиться. Вот, допустим, какой-то там, вот сейчас вот в Москве говорят перголы. Это вот такие вот конструкции, ну, высокие, на них качели. Что сейчас интересно, качели для взрослых. Взрослые тоже любят качаться, но только не на детских качельках, куда вот ты не влезешь. А взрослый человек садится, он заходит в свой смартфон, где есть доступный Wi-Fi, и ему комфортно в этой среде. Вот к чему надо стремиться. Может быть, где-то установить антивандальные уличные тренажеры спортивные? Почему нет? Для взрослых, для молодежи. Ведь спорт сейчас... Да, самое главное, и я хочу воспользоваться вот и сегодняшней ситуацией эфира, чтобы обратиться к горожанам и обратиться к жителям Новгородской области. Пожалуйста, имейте в виду, сейчас, март, апрель, начало мая, это тот период, когда ваша активность может послужить залогом преображения двора у вас под окнами. Если люди не будут активны, ничего само по себе не произойдет. Сами управляющие компании, их активности недостаточно. Вот эти вот три месяца. Если у людей есть желание, если они активны, если соседи активны, не сидите на месте, собирайтесь в инициативные группы. Начинайте привлекать свои управляющие компании, союзники ваших проектов. Приходите в мэрию Великого Новгорода, в районную администрацию и требуйте, чтобы вам помогли, воспринимали документы и вам объяснили, как вы можете попасть в программу благоустройства дворов. А вот если вам, чиновники, дают отворот-поворот, мы ничего не знаем, мы ничего не понимаем, вот тогда, милости просим к нам в Народный фронт, здесь мы и с помощью людей, с помощью активистов будем разбираться, чтобы чиновники в ногу шагали с общественными активистами. Ну, я знаю, что выпущены даже специальные памятки о том, как действовать, да, вот шаг один, шаг два, шаг три, то есть как вот сформировать инициативную группу. Да, они есть, все во время эфира не объяснить, вот у меня вот есть она в таком же печатном виде, но вы можете ее найти на сайте Минстроя России, вот в такой вот весьма доступной инфографике, просто вот пошагово, она так и называется, это все изложено, «Как включить мой двор в программу благоустройства в 2017 году». И можно там получить информацию. Уважаемые телезрители, это программа «Диалог», сегодня мы говорим о реализации федеральной программы по благоустройству дворов и городских территорий. Эта федеральная программа рассчитана на 2017 год и уже значительно преобразить свой двор можно практически сегодня. Ну, для этого нужно, конечно, подготовиться и грамотно написать заявку. Мы дальше продолжим разговор на эту тему буквально через несколько секунд. Наш телефон 67 97 67, так что не отключайтесь, оставайтесь с нами. Дмитрий Михайлович, у нас новый звонок, мы слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Мирина Любовь Александровна. Очень приятно. Я звоню вот по какому вопросу. Все у нас молодые дома, которым мало лет, они все сдаются сейчас с детскими площадками. А мы живем в районе вокзала, в центре города. Рядом с нами школа Новоскул. Это просто безобразие, какие дворы. Там даже вот просто все надо дворы брать в эту программу. И я просто вас убедительно прошу проследить это, потому что мы в капитальном ремонте опять последние. И везде. Мы вообще как выброшены, как будто в Новгороде решили, чтобы мы завалились тут всем в грязи и не знаю как. Любовь Александровна, ну вот еще раз. Здесь, вот я хочу подчеркнуть, к сожалению, ну так устроена вот эта программа. Никто здесь за кого ходить не будет. Но наверняка у вас, Любовь Александровна, может быть вы человек пожилой, или вот вы неравнодушный, вы позвонили, у вас есть силы. Объединитесь с соседями, дойдите до мэрии, переговорите с ними. Потому что в любом случае здесь необходимо, когда для того, чтобы вам попасть в программу, в том числе и решение большинства собственников жилья. Ну, как мы знаем, это 50% плюс один голос. И без этого, подчеркиваю, вот вы человек неравнодушный и чувствуется по дрожащему голосу, вас волнует этот вопрос. Но, поверьте, никто за вас это не сделает. Нужно самим соседям объединиться, вам шанс такой дан. Государство на это выделяет деньги. Необходима от вас только человеческая активность и неравнодушие. Есть старшие подъезды, есть старшие по дому. То есть нужно действительно организовать какой-то сбор, собрание провести. На этом собрании принять решение, что хотят жильцы на этой придворовой территории. Как-то сформировать свою идею и преподнести ее. Кстати, нужно поторопиться. До 15 апреля, по-моему, нужно подать заявку в муниципалитет. Ну, муниципалитет поставил такие, Великого Новгорода. Возможно, сроки будут продлены? Я не могу за них сейчас отвечать. Но 15 апреля это все равно, это жесткие сроки. Надо ведь отметить, что до 15 апреля это вот не когда ты приносишь полностью готовый пакет документов. Потому что там некоторые начинают требовать проекту уже благоустройства дворов. Нет. Проекты будут сделаны позже, например, там в мае. Но заявки, где с описанием проблемы, что вы хотите сделать в своем дворе, как его благоустроить. Может, освещение, там, я не знаю, посадки какие-то сделать, да? Да. По идее, в рамках этого проекта муниципалитет должен привлечь и вот специалистов-урбанистов, которые придут в этот двор, где будет принято решение его благоустроить. Они сами дадут рекомендации, что бы вот здесь вот можно было бы сделать. Не нужно, чтобы люди вот уже с этим проектом приходили. Этого не требуется. Хотя бы начальная какая-то инициатива должна быть до 15 апреля. Да, обязательно. Да. Конечно, в этом есть проблема. Потому что вот дома, которые новые, там, и люди-то живут, ну, это средний возраст, да? От 30, там, от 25 до 45. Это как раз вот социально активный возраст. И они, может быть, побегут быстрее и вперед. Но программа благоустройства дворов, она должна быть рассчитана на 5 лет. И то, что не будет сделано в 2017 году, будет сделано в течение 5 лет. Так говорит правительство, так поручает президент. И я думаю, это все будет исполнено. Но в 2017 году одно из правил. Деньги пойдут в активные дворы. У нас новый звонок. Мы слушаем вас. Вы с нами? Вы мне? Да. Да. Говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Вечер добрый. Меня зовут Елена Михайловна. У меня такое предложение, чтобы эти три брошюрки, которые представлял Верхов на предыдущем эфире, их бы надо напечатать в газете «Новгород». Или тогда эти брошюрки издать. Мы теряем время, потому что никто нас, не каждый на сайт может зайти, не у каждого. А самые заинтересованные люди, люди во дворах. Собрались, изучили это все в газете. И предметно уже будем говорить. А сейчас, понимаете, в одно ухо вошло мы все хотим, но у нас не получится. Пропечатайте в газете. И на будущее. Все вот такие материалы нужно печатать. Да, Елена Михайловна, вы правы. Я бы эту брошюру отдал хоть сейчас в газету «Новгород». Если они ее смогут напечатать, это будет очень здорово. Но я делаю активно то, что я могу в моих силах сделать. Вот я разместил у себя в социальных сетях, на своей странице эту брошюру. И в Фейсбуке, и ВКонтакте. Вот уже и телезрители видят. И в соседях был. И к вам спасибо пришел, что пригласили. Все ресурсы, которые у нас есть, мы, конечно же, используем. Может, телефон свой озвучите, по которому можно звонить? Я сейчас его не вспомню. Но вы найдите телефон приемной общероссийского народного фронта. Мы находимся на Яковлево-13, это где находится областная федерация профсоюзов. Можно и туда тоже подойти. Но там, эта брошюра, там их две штуки тоже. Ну, мы можем сделать ксерокопию, это несложно. Но все-таки активные люди и в интернете тоже есть. Есть. Если вы, ну, обратитесь к соседям. Потому что в одиночку, если у вас нет интернета, вы не сможете это сделать. У кого-то есть рядом. Внуки есть, дети. Зайдите, посмотрите. Все равно это предмет обсуждения всех нас, соседей, людей, которые живут рядом. Повод познакомиться, наконец, с соседями по лестничной клетке. Действительно. У нас новый телефонный звонок. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Меня зовут Михайлова Ольга Николаевна. Я жительница микрорайона Волховский. Вот как раз мы еще с прошлого года пытаемся поучаствовать в городской программе по ремонту дворовых дорог. В прошлом году на нас не хватило денег. Вот в этом году я буквально на днях звонила, знаю, что федеральные деньги областные выделены. Как с новым порядком нужно ли нам снова заявку составлять, поскольку наша заявка в прошлом году была принята к рассмотрению, вернее отобрана. Мне сказали, что с порядком я могу ознакомиться только через несколько дней, узнать новые критерии и начать оформлять документы. Вот, к сожалению, почему у нас заранее не вывешивается, чтобы можно было заранее готовиться, потому что и собрание, да, оформлять протокол будет время. В результате мы такие активные, будем самые последние. И вот второй вопрос к вашему гостю сегодня. Я как-то видела репортаж по поводу освещения, как бы не совсем к теме сегодняшней передачи, но тем не менее. Вот у нас проблема такая же, как в Григорово. Григорово, поворот с Трубичина на Волховские дорога в зимнее время не освещается, сейчас уже более-менее светло становится. И там и Трубичинская школа, нет пешеходного прохода, то есть люди идут, машины едут. Вопрос понятен, да, у Народного фронта есть такой проект «Дорога в школу». Мы зимой проверяли, насколько безопасна эта дорога, и в Сырково, к сожалению, школа располагается. Там просто безобразные условия. Освещение. Да, дети идут просто в темноте, и там и дворовые собаки, и очень все небезопасно. Но мы сейчас держим этот вопрос на контроле. Ну, вот сейчас посветлее стало, но я думаю, что к началу нового учебного года мы вернемся к этой школе и проверим, насколько там освещение восстановлено. Вот Трубичина взяли на контроль, потому что это действительно зона нашего повышенного внимания. А возвращаясь к первому вопросу, действительно, ну, если вы человек такой неравнодушный, активный, не поленитесь, придите в мэрию. Вот, поселок Волховский, это мэрия Великого Новгорода ведь. Да, ведь вся проблема в чем? Ведь, смотрите, чиновники сейчас не очень много выступают из СМИ, выходят. Потому что, ну, чиновник, мы прекрасно понимаем, что такое российский чиновник. Когда придет порядок, мы этот порядок рассмотрим, будем в рамках порядка все это делать. Мы прекрасно понимаем, что любой чиновник идет по пути наименьшего сопротивления. И самое главное, соблюдение законности. А нету здесь, в этом проекте такого закона, ну, если чиновник не услышит людей и примет решение без того, чтобы прислушаться к людям, он закон-то не нарушит. Но мы, вот, и поэтому и нужны общественники, и мы, Народный фронт, для того, чтобы чиновнику подсказать и не позволить ему пойти вот по этому пути наименьшего сопротивления. Да, придется пройти сложный путь, знать уже этот самому порядок наизусть, учитывать мнение людей. Нужно сейчас еще раз прийти в мэрию, еще раз написать это заявление. Возможно, эти порядки сейчас чиновники, ну, вот они их утверждают. Ну, одно другое не исключает, да? Да, но вот вы, я не запомнил, как зовут девушку. Ольга Михайловна. Нет, вот из Волховского. Ольга Михайловна. Ольга Михайловна, давайте, ну, вот, сейчас, наверное, ваш телефон в редакции есть, выйдем на вас, будьте нашим активистом Народного фронта. Мы вас направим в комиссию, чтобы вы тоже принимали участие в обсуждениях, какие дворы будут ремонтироваться, чтобы это было именно под пристальным вниманием людей, горожан. И можно будет уточнить, при том, что заявка уже была подана, можно ли подать заявку для участия в федеральной программе? Либо проследить, чтобы она была взята из той базы и рассмотрена. Спасибо вам большое, что вы к нам пришли и все это рассказали, еще раз, так сказать, акцентировали внимание на этой злободневной теме. Приходите к нам еще, будем надеяться, что наши дворы преобразятся при реализации этой программы. Спасибо вам, уважаемые телезрители, за то, что эти 20 минут были с нами. Все вам доброго, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин